На канале «Россия-1» состоялся пятый выпуск всероссийского телепроекта «Синяя птица». Свои номера представили пятеро участников. Десятилетняя Валерия Михеева из Москвы виртуозно сыграла сложнейшую мелодию на трубе, которая не всегда удается даже признанным профессионалам. Это была мелодия, написанная Эдуардом Артемьевым «Свой среди чужих, чужой среди своих». В этом году композитор отмечает 85-летие. Таким образом, организаторы гранд-шоу и его участники решили сделать посвящение выдающемуся мастеру. Артист должен был сам прийти на проект, но не смог из-за болезни. Тем не менее, ведущая «Синей птицы» Дарья Златопольская выразила надежду, что Эдуард Николаевич посмотрит выпуск и поблагодарила его за музыку, которую он улавливает, по ее словам, как будто из наших сердец. Также телеведущая поблагодарила Валерию Михееву за то, что она так тонко и чисто открыла это посвящение. Номер не оставил равнодушным и народного артиста России Евгения Миронова. «Я в шоке, я не понимаю, как эта девочка могла избрать такой сложный инструмент», – признался он и добавил. «Может быть я ошибаюсь, но для девочки это редкость такой сложный инструмент. Тут необходимы, скажем так, мужские способности звук брать. Но это так чисто вы делаете, и сила такая в этом. Я даже спросил у Коли, не фонограмма ли это. Я не могу поверить, что это сейчас, здесь такой сильный и мощный звук у вас. Это очень здорово, и мне очень понравилось, и я очень люблю Артемьева, и эту тема, она одна из самых моих любимых». С отличным выступлением, конкурсантку, поздравил, и Денис Мацуев. «Это было очень сильно, но беспережимо. Это легендарная тема своей среди чужих, чужой среди своих, она очень сложная. Я знаю многих трубачей, которые имели проблемы с исполнением этой сложнейшей темы. Я говорю вам, что в нашей команде, снова пополнение 100%. Произнес народный артист России. Выступления конкурсантов, а также все сезоны Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» доступны на медиаплатформе «Смотрим». Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Одноклассники, Дзен и Телеграм.